Итак, ребята, снова Шабалин Дизайн. Это у нас Павел Григорьевич сидит. Сегодня мы вам расскажем про кузнечные ботинки. Это как нас научились старики носить эти ботинки. То есть старые кузнецы, вот это все перешло к нам оттуда. То есть, Павел Григорьевич, улыбнись. Скажи привет. Всем здравствуйте. Вот, потихоньку я перехожу к Павлу Григорьевичу ботинкам. Павел Григорьевич, второй ботинок можно рядом поставить? Да, пожалуйста. Вот, ребята, вот такие вот ботинки кузнечные. Смотрите-ка, ситуация. То есть, все тут как бы понятно у всех такие ботинки. Сейчас, Павел Григорьевич, подожди, я маленько буду рассказывать, что для чего. Когда в кузнецах ботинок работают, как правило, у вас горят шнурки. И они рано или поздно потом протрутся, им придет кирдык. Вот, что придумали умные люди, мудрые люди. То есть, у нас в кузнеце было маленько по-другому. У нас не было меди, тут что-то вообще шик какой-то. То есть, Павел Григорьевич у нас сделал вот такие медные зажимы. Вот, то есть, там смотрите, вот внизу, внизу, вот этот зажим, ребят. Он как бы там все поджато, то есть, там все свободно, то есть, все ходит. То есть, чтобы вам расстегнуть ботинок, Павел Григорьевич сейчас продемонстрирует. Пожалуйста, одно движение. Вот, одно движение, у вас все застегнулось, расстегнулось. То есть, так же все застегнулось. Если вам надо поджать, то есть, там можно все как бы поджать. То есть, вот такой, ребята, кузнечный опыт. То есть, это, говорю, переходит нам еще из старых времен. То есть, вот так вот люди нас научили. Вот это так вот. Если у вас, допустим, так же ботинки, где-то вот, допустим, где-то шнурки порвались. То есть, есть у вас, допустим, какая-то проволочка. То есть, еще что-то. То есть, можно сделать вот так. То есть, ребята, вот такой обзорчик. Вот такой вот. Павел Григорьевич у нас Павел Григорьевич. Скажите, всем пока. Всем всего доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok